здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзаген пришел следующий вопрос интересный как проверить если в человеке без хочется сказать на побрызгте на него с этой водой но у меня возникает встречный вопрос зачем вам надо сидит там не показывается и ладно не будите в звере в человеке я помню в начале моего воцерковления приходилось на 90-е годы и вторую половину наверное не было ни одного монастыря в который бы я приезжала чтобы там кто-то тихонечко не завывал или не бился в конвульсиях на исповеди или перед причастием или просто тихонечко где-то в уголочке стоял и тихонечко завывал и дергался сейчас как-то с этим слабу попроще остаются такие явные объяснования бывают только в таких скажу даже для себя немножко непривычную фразу в местах наибольшей концентрации благодати конечно нет у нас никакого благодатометра и какой-то монастырь с точки зрения догматического литургического богословия не является то менее или более благодатным нет каких-то особенных мест на земле в котором тут господь проявляется у благодать а в другом в другом нет в одном месте дает много ее сто процентов а в другом на 29 вот мол монахи там не домолились нет господь любит всех одинаково господь свою благодатью на всех одинаково изливается просто не все одинаково могут его спринять если человеческое сердце заполнено всем чем угодно кроме бога то он просто соскальзывает с него вот некуда попасть поэтому очень важно сердце очищать и давать место господу богу по чуть-чуть пять процентов на 10 на 20 опять же нет такого измерительного прибора но тут вы уже сами себе судьей должны остаться но опыт показывает что почему-то вот в одном храме бесноватых вообще не видать годами десятилетиями а в каком-нибудь монастыре их там прямо десятки но могу предположить потому что ходит слух об этом святом месте об этой лавре допустим как вместе где бесов изгоняют и все кто в себе это чувствует как-то едет туда для исцеления я оставлю за скобками наш сегодняшнего разговора манипуляцию с людьми которых надо лечить в психиатрической лечебнице или хотя бы уклини вообще перед тем как ввести его этого человека на читку хорошо бы сначала пообщаться с клиническим психологом потому что к сожалению в популярных обителях где проводятся отчитки наверно 9 из 10 отчитываем им нужно психиатрическая помощь и не какое-то внешнее воздействие тем более что к понять как коллективная внушаемость и люди с тонкой душевной организации с таким нарциссическим состоянием души и духа они просто ведут себя как бесноватые даже практически бессознательно при таких коллективных отчитках ну это пожалуй отдельная тема что же делать нам повторюсь не надо специально поливать с той водой к каждого человека который работает с тобой в одном помещении ни начальства ни подчиненных ни одноклассников ни студентов ни уж тем более директора школы не на таких экспериментов проводить если в храме рядом с тобой касса такой человек что повторюсь конечно исключение но мало ли что вас же интересует вопрос раз задали не переживайте не надо шарахаться не надо пить валерьянку думаю что все теперь на меня ты перейдет беснование не переходит воздушно-капельным путем это не вирус она исцеляется господом богом внутри самого человека через образ жизни через пост молитву через причине стих христовых тайн люди исцеляются без основания вы не переживаете но просто нога психологически неприятно куда-то идти там в другое место станет чтобы не было акцентуализации время литургии на этом человеке они на словах молитв что еще можно сказать на эту тему мы все отчасти тоже блесноваты потому что как говорят отцы страсти суть бесы каждый кто подчинен страсти гнева раздражение зависть тщеславие гордость печали уныния булда и сребролюбия тоже отчасти блесноваты на чего годе без и не имея собственной материальной оболочки подпитывают свою жизнь тем что осуществляют свои собственные желания на через тело тех кто подчинен им ух страшные вещи да все теперь кто слушает меня в полночь поедая четвертую пачечку мороженого втихаря от мужа или жены сейчас наверно подумают и положит ее обратно но господь говорит и что мы должны быть свободными пришел освободить нас и нет рабовладельческого строя или крепостного права а от духа у злобы поднебесной от тех страстей которые делают нас зависимыми ибо все нам позволительно но ничто должно обладать мною не будьте друзья мои рабами греха алкоголя сигарет болда ненависть и раздражение сквернословие и не будет вашей жизни никакого влияния бесов внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а